Утро Карачаева Черкесии приветствует вас. Детские пособия за июль семьи Карачаева Черкесии получат на день раньше. Отделение Социального фонда России и Республики перечислит большинству семей безналичные выплаты 2 августа, поскольку 3 августа выходной день. Выплату зачислят на счет в течение дня. Если родители получают пособия через почту России, то доставка произойдет с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения. Напомним, что отделы социальной защиты населения выплачивают региональные детские пособия по своему графику, который отличается от дат социального фонда. 2 августа отделение Социального фонда России по Карачаево Черкесской Республике осуществит выплату семьям, имеющим детей за июль месяц. Выплаты придут родителям на счета в банке по следующим видам пособий. Это единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет неработающим родителям, выплата на первого ребенка до трех лет и пособие на ребенка военнослужащего по призыву. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают воздушно-десантные войска. Этот день символизирует мужество, патриотизм и героизм военнослужащих десантников. По традиции нынешние бывшие военнослужащие соберутся на аллее воинской славы в парке культуры отдыха «Зеленый остров», наденут тельняшки и голубые береты, вспомнят друзей. Сегодня ВДВ – это элита вооруженных сил России. Десантники своими подвигами написали яркие страницы в армии России. В наше непростое время девиз «Никто кроме нас» обретает особый смысл. Далее прогноз погоды, а в 9 часов смотрите «Вести Северный Кавказ». Удачного всем дня и до встречи в эфире. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-16, в горах до плюс 9, днём 26-31 градусов тепла, местами до плюс 22. В Черкесии без существенных осадков ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 14-16, а днём 29-31 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова